Ищут лучших из лучших. Такого конкурса нет даже в самые престижные вузы. Из сотни мальчишек и девчонок, мечтающих о большой сцене, предварительный отбор в Академию танца Бориса Эйфмана пройдут единицы. Мы ездим по всей стране, очень много городов охватываем, и центральная полоса, и в Сибирь ездим повсюду. И, как правило, отбор серьезный, жесткий. Первое, что мы осуществляем, это оценку чисто визуальную, то, как выглядит ребенок, подходит ли он нам по пропорциям, по внешнему виду, длина ног, строение ног. Ну а дальше начинается просмотр именно физических способностей, таких как подъем стопы, выворотность тазобедренных суставов, растяжка, также гибкие спины, прыжок. Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище России, куда учеников набирают с 7 лет. Воспитанники училища с детства выступают на лучших сценах Санкт-Петербурга в Мариинском, Михайловском, Александринском театрах. Высокий старт, о котором мечтают многие родители танцующих детей. Пятилетняя Арина пока не пройдет по возрасту, но мама привела ее на просмотр, чтобы понять, есть ли перспективы. Нам еще рано, чтобы поступать в эту школу. Хотелось бы показаться, посмотреть и спросить педагогов, способны ли мы, есть ли у нас какие-то возможности поступить в такую школу. Если есть, хорошо, будем в этом направлении работать дальше. На просмотр вызывают по несколько человек. Костюмы, прически, макияж – это все сейчас не важно. Педагог оценивает шпагаты, высоту прыжка, бабочку. Даже рост важен. В моде высокие, не ниже метр семьдесят длинноногие балерины. Дети старательно выгибают подъемы, складываются пополам, держат ровные спинки. Те, до кого очередь еще не дошла, разминаются рядом буквально до изнеможения. Хочется показать все, что умеешь, и даже немного больше. Лиза в танцах уже четыре года. Мечтает покорить большую сцену. Хореографы ее хвалят и рекомендовали пройти кастинг. Нужна растяжка, нужно упорство, нужна стойкость, так как условия очень жесткие. И нужны хорошие мышцы, которые уже накачаны. И морально быть очень сильным. Тех, кому повезет пройти предварительный отбор, пригласят на стажировку в Санкт-Петербург. Несколько дней дети будут жить и заниматься в Академии танца под пристальным вниманием преподавателей. Если ребенок годится, и педагог видит, что ребенок подходит по всем параметрам, то есть он трудолюбив, трудоспособен, помимо всех прочих талантов, которые нам требуются, и педагог понимает, что он хотел бы такого ребенка поучить себе в класс, и учить такого ребенка, он, конечно, просит, чтобы его сразу же приняли в школу. К слову, в Академии танца Бориса Ифмана дети живут и учатся абсолютно бесплатно. Ирина Стефанюк, Алексей Калякин. Время новостей.